Дмитрий Артюхов рассказал и о том, что уже сделано, и о том, чего еще ждать ямальцам. Обзор большого обращения губернатора в нашем сюжете. Дмитрий Артюхов в своем ежегодном послании отчитался о том, что уже сделано в регионе, и рассказал о целях на будущее. За пять лет его губернаторства действительно есть чем похвалиться. В топ-5 главных достижений, а также направлений развития вошли. Строительство новых домов на Ямале идет очень высокими темпами. Обещанный миллион квадратных метров аварийного жилья расселен уже больше, чем на 50%. Цифры действительно впечатляющие. 10 573. Столько семей переехали в новые квартиры за последние пять лет. Это население целого ямальского города, как современный Муравленко или Губкинский. Оглядываясь назад, понимаю, с какими только проблемами мы не сталкивались. Пандемия, санкции, скачок цен на металл. Но мы уверенно движемся вперед. Вы видите на графике, как в ближайшие годы мы придем к цифре в миллион квадратных метров. Это произойдет уже совсем скоро. Мы решили проблему всех обманутых дольщиков. Каждая семья получила новую квартиру или выплату на жилье. Вместе с новыми домами строятся новые сады, школы, больницы. Изменения происходят не только в крупных городах, как Новый Уренгой или Сарихард. Масштабирование по методу Артюхова – это развитие всех населенных пунктов округа. Уже построены 25 детских садов, а в ближайшие годы возведут 25 новых школ. Запущено строительство семи больниц в разных городах и поселках. За прошедшие пять лет в округе произошел настоящий логистический прорыв. Артюхов обещал соединить западную и восточную части округа. И свое обещание он выполнил. Трасса Надым-Сарихард и Пуровский мост позволили создать на Ямале единое транспортное пространство. И дорожные работы продолжаются. Отдельное яркое событие – новый аэропорт газовой столицы. Он рассчитан на полтора миллиона пассажиров и может принимать даже международные рейсы. Новый символ Ямала – лучший аэропорт в Арктике. Мы построили его всего за два года. Наша воздушная гавань уже стала примером для всей страны, как можно делать такие мощные проекты без бюджетных денег, создав необходимые условия для инвестора. На Новом Уренгое наши планы не заканчиваются. Впереди развитие аэропортов на Дыме, реконструкция воздушных ворот Сарихарда, новые модульные аэровокзалы в поселках. Новые решения нашлись не только для сферы строительства или экономики округа. Новый формат общения с северянами, несомненно, тоже входит в топ-5 достижений. Ведь честный маршрут стал событием, которого каждый август ждут ямальцы. По региональным трассам на машине проверить работу дорожников, заезжая в города и поселки, чтобы лично увидеть те самые новые школы и дома, а также узнать из первых уст, что еще нужно сделать. Все это о ежегодном автомобильном путешествии Дмитрия Ратюхова от Сарихарда до Ноябрьска. Через весь Ямал. Наш округ богат не только полезными ископаемыми, но в первую очередь богат людьми. Об этом не раз говорил губернатор. И разговор не только о том, чтобы обеспечить комфортные условия жизни тем, кто уже живет на севере, но и сделать регион привлекательным для лучших специалистов в своей сфере. Особое внимание к врачам и учителям. Проблемы кадрового голода в этих направлениях тоже постепенно решаются. Для этого на Ямале действуют мотивирующие надбавки. Жилищные программы, полные северные с первого дня работы получают сотрудники бюджетной сферы. Ямал входит в топы многих рейтингов и социальных, и экономических. Но в последние два года округ стал еще и флагманом молодежной политики. Губернатор Янау возглавил комиссию Госсовета по молодежной политике. Активно участвовал в создании Всероссийской молодежной организации движения первых. За пять лет округ стал пилотным регионом для многих проектов, которые будут внедряться по всей России. Воспитание достойного поколения ямальцев. Считаю эту задачу стратегически важной. Именно молодежь продолжит то, что мы сегодня начинаем. Их таланты и победы станут основой для развития страны. А идеалы и мечты определят ее будущее. В основе работы с молодежью на Ямале – знание российской истории, наших традиций и ценностей. Чувство гордости, ответственности за судьбу страны. Через семь лет Ямал отпразднует свое столетие. Это важная дата и важный рубеж. Задачи уже определены. Округ развивается высокими темпами и снижать их точно никто не собирается. Новое жилье и дороги, современная медицина, безопасность нашей жизни и лучший регион для детства должны достичь главной цели – создать новое качество жизни на Ямале. Ямал-100 – это максимум возможностей для каждого, кто здесь родился, кто приехал жить и работать. Жизнь на все сто не должна быть далекой мечтой. Это непросто. Впереди много сложной работы, но убежден – она нам по плечу. Это лишь некоторые темы, которые губернатор озвучил в своем послании. Глава округа поставил достаточно много целей и задач в самых разных сферах. О каждом из пяти направлений, напомню, это жилье, дороги, медицина, территория детства и безопасность, мы еще расскажем отдельно. Юлия Димитрадзе, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.